Зелимхан Журналисты интересуются, насколько тебе вообще удалось адаптироваться в национальной команде? Потому что вызываешься уже примерно в год, но был большой перерыв и как бы уже на поле чаще выходишь. Вот твой процесс адаптации как прошел в этом плане? Ну, адаптировался быстро, я считаю. Тем более много знакомых было в сборной. Из-за этого не тяжело было. Так что сейчас я полностью адаптирован. Уже полтора года, можно сказать, в сборной. Так что будем дальше работать, прогрессировать. Помогает ли или сказывается на настроении, на спортивной форме тот факт, что сейчас клуб твой идет в числе лидеров, показывает хороший футбол? Ну, конечно, в психологическом плане это очень здорово для нас, что мы так высоко идем. Ну, это только начало. Из-за этого концентрация у нас высокая. И будем пытаться каждый сбор приезжать на таком же высоком месте. Уже, наверное, смогли оценить уровень Лиги нации по матчам с Турцией, с Сербией, с Венгрией. Как сейчас, вот спустя какое-то время, тебе представляются эти игры, соперники, вообще турнир. Это не контрольный матч, а все-таки группа, соперничество какое-то. Ну, да, естественно, уровень высокий, скорость, и надо быстрее думать, ну, и бегать, естественно, больше. Так что уровень намного выше, чем в чемпионате. Из-за этого надо быть готовым на 100%, чтобы хорошо себя там проявлять, каждый день выигрывать эти игры. Ближайший соперник это Швеция. Какие-то хотя бы первые впечатления у тебя есть? Они, может быть, сложились, исходя из того, как ты видел эту команду. Некоторые футболисты выступают в чемпионате России. Ну, ничего не могу сказать насчет этой команды. Знаю только, что одноклубника вызвали, Джордана. Остальное нам, я думаю, покажут все, что от них ожидать и как против них играть. В средней линии сборной достаточно высокая конкуренция. Там по несколько футболистов, квалифицированных на каждую позицию. Как ты относишься к этому, как ты, можно сказать, выдерживаешь ее? Ну, конкуренция-то хорошо, она и везде есть. Вот. Так что, кто будет лучшим, тот будет играть. Так что, посмотрим, будет видно то, как будет работать, как будет себя проявлять. И заключительный вопрос на сегодня, он, наверное, в меньшей степени футбольный. Но, тем не менее, ты вот перенес коронавирус, болезнь, которая сейчас, можно сказать, охватывает весь мир. Вообще, как вот с точки зрения футболиста, вот каково это, да, какие у тебя были ощущения, как ты потом входил в сезон? Вот что-то по этой теме, скажи, пожалуйста. Ну, физически нормально было, потому что, ну, и в любом случае занимался. Проблема была, без мяча было долго. Вот, тонуса футбольного не было. Ну, потихоньку пришел в себя, так сказать. Так что, дальше буду работать, прибавлять и идти вперед. Ну, сказывалось ли это на том, вот, как ты набирал форму, например, вообще? Да, да, конечно, сказывалось, что, ну, вот, еще игру плохо чувствовал. Не всегда находился там, где должен быть. Ну, вот, игрового тонуса не было, потому что без мяча две недели, практически, я был дома. Так что, вот, вот это была самая большая проблема. А физически, ну, я нормально был, в принципе.